Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шаво Атох! Хорошей недели! Значит, мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Для нас, хоть сегодня мы знаем, сегодня какое у нас число, кто знает. Сегодня у нас день первой недели. И сегодня у нас, сейчас мы узнаем, какое сегодня число. 11, 10 апреля сегодня. А по еврейскому календарю сегодня, какое у нас? Девятое число месяца Ниссан. Тет Бенисана, на еврейском языке говорят. Шаво Атох, да, всем Шаво Атох. Сегодня буду в решенне ционе выступать на мероприятии, посвященном 120-летию со дня рождения Ребы Любавического. Будет Юд Алиф, это 11-го Ниссана, будет его день рождения, 120 лет. Представляете? И вот весь, можно сказать, весь мир, потому что Хаббат есть везде в мире. Да, организовывают разные мероприятия, праздники в честь его дня рождения. Какой огромный след оставил этот великий человек, да. А в чем было его величие? Он просто хотел каждый день и каждую минуту думал, что Всевышний от меня сейчас хочет. И он делал всегда сам то, что Всевышний хотел, и побуждал других делать то, что Всевышний хотел, делать заповеди, делать добро. И значит, вот видите, у меня стоит вот доллар Ребы, это он каждое воскресенье стоял и раздавал вот так вот доллары. В воскресенье это было, да. И он прямо начинал с утра и до двух, до трех часов ночи, по 12-13 часов подряд. Он каждому давал по одному доллару и говорил ему, дай этот доллар кому-то передай, дай этот доллар на цдаку, кому-то передай, кому-то помоги рядом с собой, где бы ты ни был, в какой бы части мира, ты теперь мой, как посланец, да, сделать добро. И люди этот доллар, они, конечно, оставляли себе на память, а давали, делали добро уже другими, другими долларами, другими деньгами. Но он включал вот эту вот огромную-огромную цепную реакцию добра. И, кстати, вот видите, вот это вот доллар Ребы, вот это он в рамочке стоит, в общем, он стоит в рамочке, это его получил Рафин Хасвежетский, получил этот доллар. И он его, когда было 70-летие, как Ребы стал Ребы, он собрал там большое очень мероприятие тоже по этому поводу, и он сделал агралу розыгрыш. Он сказал, что каждый, кто покупает билеты, а деньги все идут на цдаку, кто-то один выиграет. Я тогда выиграл этот доллар, и он для меня такая большая очень память, да, что вот как человек может не просто делать добро, а включать всех, всех включать вокруг, чтобы все делали добро. И вот мы с вами тоже давайте постараемся в честь сегодня рождения посмотреть, кто-то рядом с вами, кому-то рядом с вами помочь. Можно финансово помочь, любая денежка для кого-то может стать спасением. Можно помочь, можно помочь, значит, не финансово, а физически, ну, как минимум, доброе слово, послать урок, как минимум, можно какому-то из лекторов тоже помочь. Или можно лекторам просто поддержать даже хороший комментарий, взять, зайти ко всем лекторам в АИКРы и написать им спасибо вам за то, что вы вкладываете свое время, силы в то, чтобы распространять свет Торы. А мы продолжаем изучать книгу «Айом-йом», это книга Рубавичского Рэбе, которую он сам составил. И, значит, он сказал такую вещь. Вот. Ну, Ле Каплан, ничего не надо извиняться, потому что многие думают, что он жив, поэтому даже какая разница, когда он ушел из этого мира, для большинства его последователей он жив, как они его, мы же все равно его не видели, в 1994 году я про него даже и не слышал, а он уже ушел из этого мира. Но для меня он появился в моей жизни уже после, ну, когда я стал религиозным, после 2000 года. И он для меня, даже сейчас, вот мы изучаем его книгу, он для нас как живой, поэтому неважно, когда он ушел из этого мира, по большому счету, важно, когда он пришел в этот мир и с чем он ушел, что он после себя оставил. И когда человек оставляет после себя духовное наследие, то учеников, ученики, ученики, это как дети. Так вот, смотрите, 9-го Ниссана он написал такую вещь интересную в этой книге «Айом-йом». Он написал «Богатство еврея, не дома и не деньги. Вечное еврейское богатство в том, что еврей, соблюдающий Тору и заповеди, приводит в мир детей и внуков, соблюдающих Тору и заповеди». То есть это настоящее еврейское богатство, счастье – оставить после себя детей и внуков, соблюдающих Тору и заповеди. Большинство людей, они ограничены своим влиянием на членов своей семьи. Для них самое важное – это воспитать детей и внуков, соблюдающих заповеди. У Рэба Любавического у него не было детей. Представляете, то есть Всевышний так сделал, что у него была такая сила благословлять, что люди, у которых не было вообще детей, он их благословлял, у них появлялись дети. А у него самого Всевышний так сделал, чтобы у него не было детей. Почему? Потому что он ко всему, все его ученики, все люди – это были для него как дети, в которых он вкладывал всю свою душу, чтобы их приблизить ко Всевышнему. Я вчера читал одну историю про него, значит, я вам расскажу всю эту историю. Однажды один еврей религиозный в Нью-Йорке зашел в магазин и видит пара, муж, жена и девочка где-то лет 6-7. Значит, он видит, что они так чуть-чуть заблудились. Вот видно люди, он с чемоданом, и они чуть-чуть заблудились. И он их спрашивает, видно, что они израильтяне, спрашивает, кто вы, откуда. Они говорят, мы вот прилетели как раз из Израиля, и мы ищем, где любая часть арабы живет. Он им говорит, ну, я вам расскажу, как доехать до дома, где он живет, но вы скажите, говорит, а зачем вам любая часть арабы? И тогда этот отец семейства рассказывает такую историю. Мы, говорит, жили в Тибуце. Тибуце – это как колхозы такие, социалистические колхозы в Израиле, где общее хозяйство, прям такие социалисты, коммунисты строили эти Тибуце. И, значит, мы там жили, абсолютно нерелидиозная семья, я женой. И у нас родилась дочка. И эта дочка, у нее было какое-то генетическое заболевание. Врачи сказали, что она никогда не сможет ходить. Она не будет ходить, она будет на кресле ездить. Значит, и мы всех врачей обошли, все, но она не ходила, и сказали, что она ходить не будет. И вот однажды приехал к нам в этот колхоз, в этот Тибуц, приехал один лектор, преподаватель Торы, Хабадник, как раз он приехал, рассказывал лекцию какую-то про Бога. Мы его послушали. И после лекции я к нему подошел и говорю, вот вы знаете, у меня вот такая история, я рассказал ему свою историю про дочку, что дочка никогда не будет ходить. А этот лектор, он говорит, вы знаете, давайте напишем письмо Любовичскому Рэба. Значит, он говорит, ну я говорю, как я ему напишу, я шаббат не соблюдаю, кошерное не ем, я вообще ничего не соблюдаю. Я абсолютно нерелигиозный человек, как че буду писать Любовичскому Рэба? Он говорит, давайте напишем. Он говорит, я даже не знаю, как писать. Он говорит, я напишу сейчас, а вы потом перепишите, это мое письмо своей рукой, чтобы... И он написал письмо, как обращаются к Рэбы религиозные, религиозные люди, что уважаемые Рэбы, чтобы там Всевышний Далом... В общем, написал таким, знаете, таким способом, что пишут только религиозные. Написал обращение, описал историю и дает этому кибуцнику, говорит, перепиши своей рукой, чтобы было. Тот переписал это письмо со своей историей, подписался, и этот раввин забрал, чтобы отправить Рэба. Значит, отправил он это письмо Рэба, через несколько недель, тогда еще письма долго шли, бумажные письма, он прибегает, приезжает в этот тибуц, прибегает и говорит, пришел ответ от Рэба. Значит, открывает ответ на это письмо, Рэба пишет, да, получил ваше письмо, и хочу вам сказать, что вам очень следует уделить внимание законам семейной чистоты. То есть, есть специальные законы семейной чистоты, как правильно надо и когда можно жить с женой. И, значит, он говорит, вам нужно эти законы, на них обратить внимание, изучить их и соблюдать, и ждите хороших новостей. Он говорит, я очень сильно удивился, потому что по письму не было понятно, что мы не религиозные. Оно было написано в таком, как пишут религиозные люди, да, потому что я же его переписывал, описал-то его этот раввин. И говорит, я удивился очень, как Рэба вдруг сказал, что надо соблюдать эти законы, потому что все религиозные ортодоксальные евреи эти законы соблюдают очень строго семейной чистоты. И, значит, мы с женой посоветовались, решили попробовать начать изучать эти законы и их соблюдать. И вот прошло три месяца, прошло три месяца, и как-то я услышал, жена прям кричит с кухней, прям кричит очень громко. Я выбегаю на кухню, смотрю, значит, жена в шоке просто. И я ей говорю, что случилось? Она говорит, а ты не видишь? И я смотрю, и наша дочка, которая не ходила до этого момента, и врачи сказали, никогда не будет ходить, стоит на кухне. И после этого, говорит, показал на дочку, она бегает, говорит, видите, она ходит, она просто как нормальный ребенок начала ходить. Врачи не знают, как это произошло, у них нет объяснений. И он говорит, сейчас мы приехали поблагодарить лично Рэбе. Таких историй было множество, то есть он был действительно то, что называют чудотворец, и он, мы видим это чудо до сих пор, что 120 лет со дня его рождения, это значит, с 1994 года прошло 28 лет, 18 лет, 18 лет, 18 лет со дня его смерти, как 18 лет, нет, не на 18, прошло 28 лет со дня его смерти. 28 лет со дня его смерти, и вот сегодня в решенном зоне тысячи человек собираются только русскоязычных, а до этого было 30 тысяч в Тель-Авиве, 30 тысяч в Иерусалиме на стадионе. Вот были, это все, в память о нем происходят празднества, это в каждом городе мира. Представляете, какой след он оставил? И он сказал, самое главное богатство, это не деньги, это оставить потомство, которое соблюдает Тору и заповеди. Что интересно, есть такая шутка, что евреи настоящие, евреи настоящие, это не тот, кто родился у матери еврейки. Настоящий еврей, это тот, у кого внуки евреи. То есть, даже не дети, а внуки, потому что, если еврей не религиозный, то у него, скорее всего, внуков не будет, а если будут, то они уже будут не евреями. То есть, если евреи отходят от Торы, то к третьему, максимум, четвертому поколению этот род исчезает. А евреи, это тот, у кого внуки евреи. И что интересно, что у Дональда Трампа, у Дональда Трампа, его дочка, она прошла дьюр, вышла замуж за религиозного еврея. И их дети, у них трое или четверо детей, потому что Торы, это как древо жизни для тех, кто за нее держится. Поэтому, у именно вот этой дочки Трампа, которая стала религиозной еврейкой, значит, у нее трое или четверо детей уже. И получается, внуки Трампа евреи. То есть, Дональд Трамп, по этому определению, он еврей. Представляете, удивительная вещь. У него внуки религиозные евреи. Хорошо, теперь книга «Обретение неба на земле». «Обретение неба на земле» — это советы Любовичского Рэба тоже о том, как сделать себе рай вот здесь, на земле. Говорит он такую вещь интересную, что не следует обвинять себя и наказывать за то, что чувствуешь. Но можно познать истинную радость в борьбе за контроль над этими чувствами и их возвышения. Каждая маленькая победа в себе — это огромный триумф над мулой материального мира, над тьмой. В сущности, именно поэтому тьма помещена внутрь человека, чтобы мы могли трансформировать ее в великий свет. Что это, что он сказал? У каждого человека есть в жизни этапы, которые можно назвать черной полосой. Прямо реально черная полоса, эта черная полоса, бывает, что она начинается снаружи и потом переходит вовнутрь. Бывает, начинается внутри, потом переходит наружу. Но вот эти вот моменты внутренней тьмы есть у каждого человека. Вчера, например, на шаббат Рафпин Хасвишетский, он прям реально плакал, рыдал, не мог остановиться, потому что он второй раз уже, то, что он строит великолепную общину, прям такую религиозную общину. Вначале в Донецке война, все разрушилось. Он приезжает в Киев с двумя чемоданами в Киеве с 2014 года, 8 лет, строит великолепную общину. И сейчас она тоже разрушенная. И все, все... И он говорит... И я не понимаю, почему так происходит. И я понимаю, я верю, что все к лучшему, что Всевышний, значит, он подготовил какую-то совершенно невероятную радость. Но вот эта вот тьма сейчас, она, он просто рыдал вообще, это очень было, ну, очень, как сказать, ну, эмоционально тяжело, да? Ему тяжело, но он все равно верит, что все к лучшему. Теперь, значит, вот зачем вот эти вот моменты внутренней тьмы? Зачем они? Зачем все вот эти вот войны, болезни и так далее? Зачем это все? Зачем именно потому, что когда ты вот именно из этой тьмы ты выходишь к вере во Всевышнего, то просто зажигается невероятный свет. И человек, у которого все хорошо или нормально, у него нет возможности прочувствовать вот этот вот огромный невероятный внутренний свет, создать его, победить эту мглу, эту тьму внутреннюю, да? То есть почему-то так устроено, что в настоящие пиковые вот эти вот духовные переживания происходят только в моменты, в моменты именно вот такого сокрушения духа это называется, да? Сокрушение духа. И в эти моменты, если вот ты находишь вот эту вот опору во Всевышнем, то, конечно, то, конечно, значит, можешь читать псалом царя Давида, Широмолот, песнь восхождения, мимо Матим, кратиха Ашем, из глубин взывал я к тебе. То есть вот именно когда ты из глубины вот этой вот тьмы взываешь ко Всевышнему, тогда как раз он тебе и отвечает. И значит, так вот так оно работает. Почему так работает, непонятно. И вот здесь, вот здесь следующее у нас сегодня начинается недельная глава, которую мы изучаем, называется это недельная глава Ахарей Мот. Именно она называется после смерти. Начинается эта недельная глава, может быть, вот будет понятно из недельной главы, вот эта сама технология, да? Вайдабер Ашем Эль Моше Ахарей Мот Шней Бне Арон. И говорил Бог Моше после смерти двух сыновей Аарона, Бекар Ватам Лиф Не Ашем Вай Муту. Когда они приблизились к Богу очень близко и умерли. То есть тут мы все время находимся вот в этой качеле. Когда ты завис в таком материальном спокойствии, то ты вроде все хорошо, но нету здесь никакой духовности, никакой близости ко Всевышнему. Когда у тебя происходит что-то хорошее, то мы изучали, есть жертвы шламим, жертвы, мирные жертвы, благодарственные жертвы. То есть через радость ты тоже можешь сильно приближаться ко Всевышнему. То есть это очень такой мощный путь служения, служение через благодарность, через любовь. И значит, к сожалению, когда мы пренебрегаем этим путем служения, и когда все хорошо, мы не благодарим Всевышнего достаточно, то маятник, он идет в другую сторону, и человек попадает в ощущение страшной зависимости от Всевышнего, недостачи, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить. И в момент, когда есть вот это страдание, плохо, война, все рушится, потеря жилья, потеря работы, ты беженец. И в этот момент ты ощущаешь, что никто, кроме Всевышнего, тебе не поможет, и ты в этот момент соединяешься со Всевышним. Кстати, интересно, что был такой способ служения, что великие праведники прошлых поколений, например, Веленский, Гаон и Хасидские разные праведники, они уходили в добровольное изгнание. То есть вот они живут себе в раю, да, то есть человек, который учит Тору, он попадает сразу в рай. Он сидит в Бет-Медраше, у него есть даже стакан чая, кусок хлеба, и он 10 часов подряд учит Тору, то он через Тору, именно они учились по 10 часов, по 12 подряд, без перерывов, они входили полностью в состояние духовного такого экстаза, рая и соединение со Всевышним. Это я слышал, что действительно вот они говорили, что после 10 часов изучения Торы подряд, вот именно без перерывов, входишь в совершенно невероятное духовное состояние. И вот они сидели в раю день, второй, третий, потом шаббат, еще больше рай, а потом опять первый день недели, второй, третий, а у них все, вот тебе Тора, вот тебе чай, вот тебе хлеб, и ты сидишь, значит, поел три раза чай с хлебом, как Веленский Гаон, и там в 18 часов ты уходишь в эту реальность, духовную реальность вообще. И они понимали, что так жить нельзя. Всевышний не для этого нас послал в этот мир, чтобы мы в этом мире сделали себе вот такой вот изолированный микрорай. Потому что Всевышний специально так сделал, что он поставил человека, Адам Леомаль Юла, человек для труда рожден, он сделал нас материальными в этом мире, обрабатывать землю, смена времен года. Какая-то у него была в этом задумка, чтобы именно так все проходило. Так они что делали, великие праведники? Они отправлялись в добровольное изгнание. Брали они котомочку такую, кусочек этого хлеба на один день, чтобы хватало, и выходили они, значит, на дорогу, чтобы в одном месте они не могли ночевать больше одного дня. И они, никто их не знает, никто их не почитает, нет у них никакого уважения. Они переодевались как такие вот странники, как бомжи такие, и шли, значит, с этой котомкой хлеба, шли, чтобы в одном месте не ночевать, одну ночь только они могли в одном месте ночевать. Из местечка в местечко, из города в город. И так они создавали себе вот это вот добровольное изгнание, добровольное страдание для того, чтобы почувствовать вот эту вот невероятную связь со Всевышним, которое Яаков, Исраиль, да, когда он убегал от Исава, он это выразил в псалме, значит, «Ширам Алот Исай Най Ла Арим». Он говорит, «Песнь восхождения, подниму я глаза к горам». «Мэань я вой зри». Он говорит, «Откуда придет помощь мне?» И есть такой хасидский комментарий, что «Мэань» – это нету, из ничего придет мне помощь. То есть вот именно в тот момент, когда у тебя просто опустились руки, и ты вообще не понимаешь, откуда придет тебе помощь, и ты полагаешься на Всевышнего, и в этот момент ты чувствуешь, как он тебя просто поднимает на крылья вот так вот, да, и начинает нести. Значит, ну буддистские монахи, они тоже что-то там знали, у них своя система у буддистских монахов. И буддистские монахи – это не наш путь служения. Почему? Потому что все-таки вот эти вот великие праведники, они перед тем, как уйти, они у жены спрашивали разрешение, можно я там на две недели уйду в добровольное изгнание? Если жена не разрешала, то они оставались с женой. И потом, когда они возвращались из добровольного изгнания, они опять шли к жене, и они знали, что ты жене обязан уделять внимание, ты должен ее содержать, кормить там и так далее. Кстати, вот сегодня в недельной главе рассказывается, что было после смерти двух сыновей Аарона. Это завтра очень будет важный урок, потому что в этой главе рассказывается, как первосвященник искупал грехи всего народа и всего мира в Йом-Дипур. И там было два козла. Один козел был для Всевышнего, второй для Азазеля. Мы завтра узнаем, что за Азазель этот был, почему этого, откуда вообще козел. Вся вот эта вот мифология, это очень, очень пошла конкретная история про Азазеля, это как дьявол, про козла, которые там, это самое очень интересное. Но важно другое, что когда Маши Рабейну сказала Аарону, после смерти сыновей Аарона, и там главный вот кусочек в этой главе, что ты можешь заходить в святая святых только в Йом-Дипур. То есть ты можешь приближаться к Богу только во время, когда Бог разрешил, способом, которым Бог разрешил. А если ты идешь другим способом и в другое время, так ты умрешь, как умерли сыновья Аарона, которые сделали неправильное служение. И это касается буддистских монахов. То есть когда ты выдумываешь пути служения, то все они ведут к смерти. И буддистские монахи, какая у них цель была? Умереть, исчезнуть. То есть у них не было детей, они хотели раствориться в этой нирване, то есть они не хотели жить в этом мире. А еврейский путь служения, это поднять мир ко Всевышнему, сделать этот мир небом на земле, чтобы здесь была святость, чтобы здесь была чистота, чтобы здесь была честность, чтобы здесь был этот мир, чтобы он был одухотворен Всевышним. То есть сделать из этого мира пристанище, жилище для Всевышнего. Поэтому еврейский путь служения, он как раз отличается очень сильно от буддистских монахов, он именно, они шли в изгнание, чтобы научиться, как жить в этом мире. То есть, буддисты-монахи, они хотели уйти из этого мира. А еврейские, еврейский путь служения, это работать, зарабатывать, иметь магазин, иметь фабрику, но при этом все делать в святости, чтобы присутствовал Всевышний в этом мире, вот в нашем конкретном мире. Все, желаю, чтобы мы все создали у себя вот этот внутри островок света и святости и распространяли его вокруг себя, чтобы заслугу, чтобы мы изучаем Тору и выполняем заповеди Всевышнего, чтобы наступил мир, чтобы закончилась война, чтобы все злодеи или чтобы они стали праведниками и раскаялись, или чтобы они все злодейство, оно их тут же уничтожило, чтобы они прям взорвались от своего злодейства сами и в любом случае, чтобы перестали они приносить страдания хорошим, добрым людям, а хорошие, добрые люди, когда поймут, что страдания нужны, чтобы они пробудились ко Всевышнему, чтобы без страданий пробудились, чтобы именно молитвой, благодарностью шли по пути служения в радости. А если и были какие-то страдания, которые сам человек себе выбирает, чтобы не приходилось Всевышнему давать нам страдания со стороны, чтобы мы сами себе выбрали конкретные какие-то небольшие страдания, потому что любая помощь ближнему это страдания, это преодолеть свою природу. Любое изучение Торы, это преодолеть свою лень и свою материальную природу. Молитва чуть более сильная, это преодоление своей природы. Все это страдания. И если мы себе сами устраиваем страдания на пути служения Всевышнему, то мы такой свет заждем, что просто все злодеи испарятся. Все, всем, кто болеет полного выздоровления, всем, кто идет по духовному пути развития, огромных сил благословений во всем, материальном, духовном и огромных сил, чтобы вы были примером для всех окружающих, что тот, кто служит Всевышнему, не испытывает недостатка ни в чем. Все, всем хорошего дня и служения Всевышнему.